Хочу вашему вниманию представить натяжитель цепи, сам башмак, с звездочкой. Чем он отличается? Он отличается от того, что в интернете есть, то есть по чертежам, следующим моментом. Дело вот в чем. Сам кронштейн выполнен полностью по чертежам из сети. И единственная моя небольшая доработка заключается в том, что звездочка собирается на оси с винтом. Ось делается сборная. Одна часть с резьбой, которая вставляется в башмак с одной стороны. Другая часть с отверстием и просто с потайным местом для самого болта под шестиграней. Раз. Все сюда становится. Ну а если болт длиннее, чем нужно, его всегда можно отрезать с другой стороны. Вот на башмаке вот так вот это дело все выглядит. Тут небольшой зазор, то есть чтобы можно было стянуть. Так. Раз. Два. Также сама звездочка протачивается под подшипник. Конкретно размеры звездочки я сам ставил. Я не знаю, может оно совпадает с тем, что есть в сети. Я не смотрел. Но размеры звездочки я сам ставил. Так. И вот такие вот две шайбочки ставятся с одной и с другой стороны. Для того, чтобы жестко ее зафиксировать. Собственно говоря, вот они. Здесь их видно. Вот одна шайбочка. Вот вторая шайбочка. Сама звездочка имеет небольшое смещение в сторону. Вот здесь вот видно относительно самого кронштейна. Ну то есть тут зазор чуть больше, здесь с другой стороны чуть-чуть меньше. Но на двигателе все это дело стоит отлично. Вот здесь вот на двигателе. Вот он уже собрал с таким кронштейном. И вот он. Можно обратить внимание, что цепь стоит здесь ровно. Вот. Сейчас, чтобы было видно, я, наверное, с этой стороны свет дам. Вот, относительно цепи, относительно звезд. То есть все стоит отлично ровно. Вот он. Сам башмак. Плюс конструкции с натяжителем, башмаком именно со звездочкой заключается в следующем. Он контактирует с цепью. И как его не наклоняй относительно, то есть натяжение. Дальше он отходит, дальше натягивает, менее натягивает. То есть в зависимости от того, насколько нужно натянуть цепь. Цепь в этом месте все время имеет один постоянный какой-то изгиб. Дело в том, что на двигателях с подрезанными головками, блоками, у меня раньше был, и сейчас на моем 1.45 стоит, башмак обычный с резиной. Ну, это, в частности, новый башмак. Сейчас я вам покажу. Ну, то есть он вхоженный, но почти не изношенный. Дело здесь в следующем. Во-первых, приходится часто, довольно часто подтягивать цепь. Потому что башмак с этой стороны, пока на нем не появятся полоски выработка по цепи, он будет прослабляться. И будет цепь ослабляться. То есть дело не в том, что цепь растягивается, а дело в том, что сам башмак вот в этой плоскости съедается, цепь туда проваливается, и натяжение ее теряется. Вот здесь, кстати, видно, что в нем такие маленькие борозды есть. Это схоже на водвигатель он с ним. Но самый главный нюанс и проблема в том, что при определенных углах, то есть когда башмак натягивает цепь в каком-то таком положении, нормально. Но у меня было на подрезанной головке 3 мм, которая цепь работала примерно вот так вот она. То есть получался в этом месте очень сильный изгиб. В результате часть башмака здесь очень быстро съела и съела аж до металла. При этом был и шум большой, и, естественно, это чревато поломкой. То есть цепь может порваться, даже несмотря на то, что она двухрядная. А если металл по металлу трет, то уже тут ничего хорошего быть не может. Поэтому для простоты работы лучше всего применять вот такой вот башмак. То есть и уже он, как бы его ни дотягиваю, все время один угол изгиба, точнее радиус, имеет цепь, огибает его. Чертежи всех элементов, в частности, внутрянки, шайбочек, шестерни, ну и самого коронштейна, вы можете найти ВКонтакте в группе Теория ДВС, либо на сайте DriveThru на моей страничке в Глобе.